Всем привет, друзья! Сегодня у нас в обзоре довольно ужасная, но не менее интересная видеоигра под названием Mr. Mix. Да, я понимаю, что около двух лет назад множество блогеров уже сделал разоблачение и обзор на эту игру. Чтобы вы понимали, кратенько все дошли до шестого уровня, после чего, как говорилось, игра вылетает, просто крашивается в весь ПК, оперативная память заполняется и просто ПК уже выходит из строя. Ну а до этого вам показываются всякие ужасные и мерзкие фотографии в этой игре. Чтобы вы понимали, это предвзумевало собой как детская игра для развития просто языка и речи. Но недавно осталось открытие. Хакеры из Латвии, которые просто возобновили эту игру, просто обошли эту систему, запустив облако на ПК. То есть ее ПК буквально не крашивается после этого шестого уровня, и они смогли добраться до финального, седьмого уровня. Сегодня вам расскажу, что предвзумевает собой эта игра, и почему она считается самой ужасной. Также, почему же после шестого уровня кто-то захотел ее проходить, и почему же седьмой уровень считается буквально опасным для жизни человека в этой игре. Ну а на минутку напоминаю, это предвзумевало собой как детскую игру для развития речи. Поэтому, друзья, кому интересно, мы начнем. Сначала давайте я вам кратенько расскажу, что вообще это за игра Мистер Микс. Она сделана просто в ужасной графике и, в общем, в ужасном дизайне. Но игра довольно простенькая, предвзумевает собой просто человека-повар. То есть довольно толстого человека, мужика, который тут стоит в виде повара. Ну и ты должен просто вписывать команды, которые он говорит. Это игра, то есть на развитие речи, на развитие описания. Чем быстрее ты пишешь, тем лучше для тебя. Каждый уровень до пятого уровня предвзумевает собой просто быстрое описание. То есть назвы каких-то продуктов, назвы каких-то веществ и просто подобные. Чтобы человек просто учился быстренько писать и учился быстренько писать правильно именно слова. Но потом начинаются ужасные. Люди начали стали замечать, что на фоне этой игры при написании слов звучит просто ужасная и довольно страшная музыка. По факту здесь нет ничего того. Но когда ты доходишь до пятого именно уровня, количество слов в минуту, которых тебе нужно вписать, это 500. Буквально физически человек не может написать столько слов в минуту, да еще и на ПК. Поэтому этот уровень сделали, получается, невозможным для прохождения. Но хакеры в то время просто смогли обойти эту систему через игровые файлы. Просто обошли и смогли попасть на самый легендарный пятый уровень и просто его обойти. Ну и там уже начинается самый ужасный шестой уровень. Где по факту тебе не надо ничего писать. И тебе нужно только одно вписать слово. Бэйби. После которого, если ты впишешь, начинается полная жесть. Множество ужасных картин, людей, просто вообще неописуемое слово, друзья. Так что если вы захотите посмотреть на эти картинки, я их просто показать на ютюбе не могу. Так что кому интересно, что это были за ужасные картинки с людьми, просто в максимально ужасном и неприятном стиле, это все будет в моем телеграм-канале. Короче говоря, эти кадры просто подходят для фильма Пилан, чтобы вы понимали, о чем идет речь. После чего, после этого уровня, игра начинала окрашиться и вылетать. После множечисленных скримеров, которые ловил пользователь, его капитативная память заполнялась полностью. Все программы, которые были запущены на компьютере, также вылетают. Тухнет монитор и высвечивается совсем легендарный синий экран. То есть экран смерти. Который предразумевает то, что твоему компьютеру пришел полный капец. А также игра предразумевает то, чтобы твой жесткий диск полностью заполнился и полностью вышел из строя. Поэтому игра предразумевает в себе 7 уровней, но никто не доходил дальше после 6, потому что ПК буквально выходил из строя и уже возобновить его невозможно. Но вот и на днях хакеры из Латвили сумели восстановить эту игру и просто обойти этот запретный 6 уровень. После многочисленных скримеров, ужасных получается картинок, ужасных сцен, они все-таки попали на 7 уровень. Где ничего такого не было, уже не было ничего в старом стиле, то есть ужастиков, жести и подобного. Там просто буквально твой докс. Да, в буквальном смысле там тебя вычисляют. Сразу писают твои координаты, где ты проживаешь, страна, твой модем. Просто максимальная игра тебя доксит. Хакеры словили полный шок. И как оказалось, от первого и до последнего уровня, когда ты играешь, все это время вычисляется твой докс. То есть вся информация на тебя. Где ты проживаешь, твой провайдер. Когда и с чего был запущен данный компьютер и данный сеанс. То есть игра уже полностью про тебя знает. И разработчики знают всю информацию, где ты находишься. В этом и заключался последний седьмой уровень, который стал буквально опасным для человека. Потому что никто не знает, кто разработчик этой игры. Во-вторых, никто не знает, для чего разработчикам эта информация и что они будут с ней делать. Возможно, она сливается в интернет. Потому что после того, как все узнали, что на шестом уровне происходит полная жесть. Эту игру буквально исключили со всего интернета. Ее можно скачать только на закрытых и скрытых источниках. Но напоминаю, эта игра подразумевала собой как детскую игру для развития речи и скорости писания. И была установлена буквально на каждый компьютер. То ли в школе, то ли в других учебных заведениях. Потому что она буквально занимает 20 мегабайт. Не требует много памяти. Не требует сильного железа. Поэтому всем она подходила. И не имеет в себе довольно сложных слов. Но кто бы мог подумать, что это довольно ужасная игра. И возможно, его разработчики настоящие какие-то маньяки. Которые знают буквально расположение каждого компьютера и каждого провайдера человека, где был запущен сеанс данной игры. Поэтому разработчики из Латвии буквально вот на днях оповещили то, что эта игра знала о местоположении буквально всех компьютеров, с которых был запущен сеанс данной ужасной игры. И предупредила всех, чтобы максимально они избавились от того железа и провайдера, на котором запускалась эта игра. И предупреждать больше никогда ее не запускать и никогда не пробовать даже поиграть. Потому что кто знает, для чего разработчикам нужна информация о том, где ты проживаешь. Так что, друзья, все материалы, которые находятся в этой игре и все ужасные картинки будут в моем телеграм-канале. Ну а также, если будет хорошая активность, я постараюсь как-то вам слить. Возможно, чтобы вы скачали и сами попробовали поиграть в эту игру. Ну и на этом буквально все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачки и пока.